Что нужно было делать? Нужно было бороться. Не нужно было предавать. Вот что. Не нужно было делать точно так это предавать. А что нужно было делать? Ну, нужно было думать, что делать. Сегодня в Кадыровской Чечне казни происходят вне судебные. Никакого решения, никакого закона, ничего. Просто захотел Кадыров и казнил. Томсом, мне кажется, что ты уже устал. Хочешь прекратить деятельность? Ты не такой активный, как раньше. Видимо, бизнес открыл и потерял интерес к Ютубу. Жаль, что бизнеса не открывал, но в целом это хорошая идея. Как Ельцин, помните, уходил, назначив Путина своим преемником. Также и я запишу к вам новогоднее обращение. Нет, как раз на завершение Рамадана. Я устал, я ухожу, а вот мой преемник и посажу сюда какого-нибудь другого человека. Так, мы начнем, да? Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассаламу аля, расуллиллаху, абаат, ассаламу алейкум, араматуллаху. В том, что ты объединяешь Кадыровых в предательстве, обвиняешь, прошу прощения, я в предательстве, но мне непонятно, какой у вас, у Ичкерии, был выход воевать до последнего, до полного уничтожения народа. Мне надоело просто отвечать на этот вопрос, поэтому я прошу прощения, что из эфира в эфир я не веду вот эти вот рассуждения. Что нужно было делать? Нужно было бороться. Не нужно было предавать, вот что. Не нужно было делать точно так это предавать. А что нужно было делать? Ну, нужно было думать, что делать. Ассаламу алейкум, Томсо. Чем отличается жизнь в Европе от жизни в РФ? Не в плане, что бесплатная медицина и так далее, а именно люди чем отличаются? Есть ли понты, допустим, как вражки, гелик, полотные номера? Алейкум ассалам. Я, правда, не соглашусь с тобой про поводу медицины. Она не бесплатная в Европе, далеко не бесплатная. Медицина, она платная. Просто для определенных слоев населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, она для них как бы бесплатная. А в целом медицина платная и она очень дорогая, в отличие от России. Допустим, если я сегодня пойду, скажем, к стоматологу и просто за удаление, допустим, зуба я выложу где-то 150 евро, просто чтобы мне удалили зуб. Представьте, сколько стоит там вылечить, поставить имплантанты и так далее. Это вообще огромные деньги. Допустим, поставить, я не знаю, 6, по-моему, имплантантов обходится около 10 тысяч евро. Так что медицина, она очень дорогая. Просто здесь все устроено таким образом, что люди работающие платят страховку. За счет этого, за счет этой страховки как бы покрываются их нужды медицинские. И, соответственно, те слои населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, а это в том числе и беженцы, которые приезжают сюда, они не в состоянии платить за свою медицину. Поэтому их страховка покрывается за счет налоговодельщиков. Так грамотно устроена как бы сама система. А теперь к твоему вопросу. Чем люди отличаются? Есть ли понты, допустим, как в Рашке, Гели, Бухты и Набира? Но Европа от страны к стране, она разная. И в разных странах разные люди. Где-то есть какие-то понты, где-то их нет. В Швеции их нет. В Швеции вообще нет понтов. Ты не поймешь по внешнему виду человека богат он или беден. Олигарх шведский, может, ты увидишь его там на велосипеде, в обычной какой-нибудь одежде. Не принято носить какие-то лейблы. Что имею в виду под лейблами? Это не значит, что хорошую одежду там от каких-то ведущих кутюрье ее не носят. Но просто бывает вот это выпячивание, когда какая-то одежда с огромными вот этими логотипами брендов. Здесь это... Ну, ты никогда здесь таких людей не увидишь. Шубы там всякие нет, не носят люди. Вообще, в целом, здесь не принято и считается неприличным выпячивание своего богатства. Здесь ты не встретишь каких-то рублевок, где там компактно проживают именно богатые люди. Короче, все в этом плане здесь очень как-то дружелюбно. Но это не значит, что в всей Европе так. Где-то иначе, там, в той же Франции, допустим, всякие брендовые шмотки и выпячивание, что ты в брендах, это как бы круто. Ну, и вообще, в целом, там другой немножко менталитет. Там есть какие-то свои рублевки, там есть богатые районы, бедные районы, абсолютно криминальные районы, и тихие, и чистые какие-то районы. То есть, там уже другой менталитет у людей. Турция, говорю, Франция, она вообще во многом очень похожа на Россию. Во многом. Особенно в полицейском беспределе. Они вообще друг на друга похожи. Во Франции тоже бывают такие же рейды, как и в России, когда просто тупо на дорогу становятся полицейские, останавливают кого хотят, делают с ним все, что хотят, как угодно там шмонают, обращаются с ним, как с преступником. Единственное, вроде как ничего не подбрасывают, по крайней мере, не слышал о таком. Но в целом отношение к тебе будет очень жесткое. На одном из видео времен Ичкерии двух парней за преступление расстреливают на площади руководить Яндальбиев. Перед этим их жестоко избивают и пытают. Оцени отличие такого шариата Ичкерии от законов КРА. Насчет Яндальбиева тут не соглашусь. Я не помню, что там Яндальбиев чем-то руководил. Сами расстрелы. Несколько было расстрелов. Двух парней расстреливали какого-то чувака и женщину расстреливали. И все, по-моему. Вот эти два случая я помню. Как-то оценивать это я не буду. Скажу только, что пытки, они недопустимы. Это не способ доказывания вины. И неважно, кто этим занимается. Будь то, если такое происходило в Ичкерии, то это осуждается. Но оценить разницу, оценить смогу, потому что в Ичкерии те расстрелы, которые были, независимо от того, что я к этому отношусь негативно, я считаю, что не нужно было это делать таким образом, смертная казнь, да, публичные расстрелы нет. Я считаю, что смертная казнь, она должна быть. Должны быть преступления, за которые людей будут наказывать именно причинением им смерти. Но вот подобным образом, выставляя это на показу какой-то стены, расстрелы, транслируя это на весь мир, это была ошибка. Но это в отличие от нынешней Кадыровской Чечни, это все происходило в рамках действующего закона. Проходил суд. Это делалось по решению суда. Да, сегодня в Кадыровской Чечне казни происходят вне судебные. Никакого решения, никакого закона, ничего. Просто захотел Кадыров и казнил. Поэтому отличие, конечно, кардинальное. Субтитры создавал DimaTorzok